Убрать застекленные балконы от своих жителей требует одна из управляющих компаний Северодвинска. Она уверяет, что такие конструкции нужно согласовывать всем домом, делая новый проект жилого здания. В чем причина внезапных требований и какую опасность представляют северодвинские балконы, выяснял Михаил Брюхов. Такие листовки с требованием убрать с балконов остекление козырьки и антенны получили на днях жители от управляющей компании МУБЖАКК. В них указано, что такие конструкции создают дополнительную нагрузку на балконные плиты. И если произойдет несчастный случай, всю ответственность будет нести собственник квартиры. Одна из претензий к антеннам, козырькам и зашитым балконом – на них образуются сосульки и снежная наледь. Недавно поход в магазин на первом этаже своего же дома чуть не стоил Северодвинке Ирине Пономаревой жизни. А там же как? Асфальт, ступенька и вот уж ступенька вторая под козырьком. Я делаю шаг с первой ступеньки на вторую и сзади что-то как будто чиркнуло по капюшону. Оборачиваюсь, вот народ оцепенел. А мужчина, который очевидец, он говорит, вы шагали с первой ступеньки на вторую, а она уже летела на уровне второго и третьего этажа. То есть я была в доле секунды от смерти. Согласно жилищному кодексу, владелец балкона должен регулярно очищать его от снега и наледи. Не захламлять и не устанавливать конструкции самостоятельно. Жителя могут заставить вернуть балкон в прежний вид. Существует ряд ограничений. Например, нельзя производить обшивку деревянными панелями, вагонкой так называемой, поскольку нарушаются требования пожарной безопасности. Нельзя выносить радиатор центрального отопления в балкон, поскольку это может нанести ущерб системе общего домового отопления. Но жильцы избавляться от застекления не торопятся. У нас в проезжей части очень много пыли, очень много грязи. Даже застекленный балкон у нас очень много грязи. Я считаю, что было конструктивно сразу заложено. Нормальные дома делают с козырьками, но над балконами. У нас козырька этого нет. Почему? Ну, не было предусмотрено. Ну, старые ошибки надо когда-то исправлять, я так понимаю. Как утверждают в МУП ЖКК, ни один из застекленных балконов Северодвинска сегодня не узаконен. Для полного согласования необходимо составление проекта по реконструкции всего дома. В том случае, если все-таки она на сегодняшний день имеется у жителей, то они обязаны за ней следить. То есть очищать, смотреть ее техническое состояние, чтобы не было аварийных у нас ситуаций. Убрать самовольно установленные конструкции жильцам нужно будет самостоятельно. В жилищно-коммунальной конторе заявляют, тем, кто проигнорирует предупреждение, грозит административная ответственность. Михаил Брюхов, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.